Всем привет, друзья! Меня зовут Антон, и мы продолжаем изучать OpenGL. В прошлом видео мы изучили VBO, это Vertex Buffer Object, или просто буфер вершин. А в этом видео мы изучим EBO, это не ругательство, а Element Buffer Object, или просто буфер индексов. Ссылки на уроки, необходимые для понимания данного материала, будут в описании. Итак, погнали! Продолжим мы с того, на чем закончили предыдущий 36 урок. Запускаем, и видим наш треугольник, нарисованный с помощью VBO. EBO, как и VBO, появляется с версии OpenGL 1.5. Важное замечание, если вы не знаете, что такое VBO, то сначала посмотрите предыдущий урок, так как объяснения материала этого урока будут строиться на знании VBO. Итак, для начала давайте нарисуем наш треугольник с помощью массива индексов. Мы проходили массив индексов в восьмом уроке по OpenGL. Создадим массив индексов, теперь нарисуем наш треугольник. Перейдем в функцию Show. Запускаем, и видим наш треугольник, нарисованный при помощи VBO и массива индексов. В данном случае, при вызове процедуры GLDrawElements, наш массив индекс будет сначала скопирован из оперативной памяти в видеокарту, и только после этого видеокарта сможет воспользоваться им для вывода изображения. Однако можно заранее записать массив индексов в видеокарту. Для этого используется EBO. Это ElementBufferObject или буфер индексов. EBO работает почти точно так же, как и VBO, используя те же самые функции. Давайте нарисуем наш треугольник, используя EBO. Первым делом создадим переменную для хранения номера буфера индексов. Далее перейдем в функцию init и попросим OpenGL выделить нам еще один свободный буфер. Выделение буфера для VBO и для EBO абсолютно идентично. Теперь сделаем этот буфер активным и скопируем в него наш массив индексов. GalElementArrayBuffer означает, что мы используем буфер для хранения индексов вершин. В данном случае содержимое массива index будет скопировано в буфер индексов index.ebo. После работы с буфером, как всегда, отключаем активный буфер. Теперь давайте обратимся к буферу index.ebo при рисовании примитива. Перейдем в функцию show. При работе с буфером индексов всегда указываем galElementArrayBuffer. При вызове процедуры galDrawElement с последним элементом указываем null. Таким образом OpenGL понимает, что индексы необходимо брать из текущего буфера индексов. В качестве текущего буфера строчкой выше мы установили буфер индексов index.ebo. Запускаем и снова видим наш треугольник. На этот раз нарисованный с использованием двух буферов вершин и буфера индексов. Менять значение буфера индексов можно точно так же, как и значение буфера вершин. Давайте добавим в массив вершин и массив цветов еще две точки. Теперь по нажати на кнопку 1 будем менять индекс третьей точки на любой из трех последних случайным образом. Перейдем в процедуру change. Собственно вот она прямо здесь и немного ее изменим. В переменную k я кладу случайное число от двух до четырех включительно. Это как раз индексы последних трех точек. Далее я устанавливаю буфер index.ebo как текущий. Процедура glBufferSubData позволяет изменить часть текущего буфера. Последним параметром я передаю указатель на данные, которые запишутся в текущий буфер. В данном случае указатель на переменную k. Третьим параметром я передаю размер передаваемых данных. В данном случае это размер одной переменной k. Второй параметр это bytes, которого необходимо изменить данные в текущем буфере или просто смещение. Нам надо заменить третий индекс, поэтому два первых индекса пропускаем. Каждый индекс в нашем случае имеет тип glUint. Запускаем, нажимаем 1 и видим, что у нас две точки находятся в одном и том же месте. Давайте это исправим. Поместим синюю точку в правый верхний угол. Вот примерно так. Запускаем, нажимаем 1 и теперь все работает. А теперь, друзья, домашнее задание. Задание первое. Нарисуйте квадрат, используя VBO и EBO. Используйте текущие массивы вершин и цветов. Задание 2. Сделайте так, чтобы по нажатию на кнопку 1 двумя правыми точками квадрата стали белые и желтые точки. При повторном нажатии, чтобы все вернулось обратно. На этом давайте на сегодня закончим. Ссылка на плейлист будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки и делитесь этим видео с друзьями. Увидимся в следующих уроках. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok